Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова, на этой неделе я получил такое количество звонков со всей страны со словами ободрения и поддержки, что понял однозначно, делая, которое мы с вами делаем очень правильное. В наше время мы постепенно привыкли не высовываться и молчать, видя беспредел и нарушение прав простых людей. Я не считаю себя каким-то особо смелым человеком, просто видя и слыша на протяжении многих лет, как меняется отношение к рядовым пасторам со стороны так называемых начальствующих. Стало невыносимо больно, глядя на эту несправедливость, молчать. Про перекосы в РосХВЕ я стал говорить не первый. До меня многие изумлялись происходящему и пытались намекать руководству, что нужно вернуться на дорогу, которая была выбрана при создании Союза. Цели были определенные – соборность, защита церквей и помощь в развитии. Как РосХВЕ превратилась в организацию, которую контролирует один человек, и приставленный к нему сотрудник ФСБ, пусть даже по официальной версии, но находящийся на пенсии, описывает в своих книгах Константин Бендес и Сергей Лавринов. И Константин, и Сергей за свои обличительные произведения были удалены от Центра принятия решений в РосХВЕ. Я искренне восхищаюсь их смелостью. Спасибо, братья. Наш канал «Взгляд с небесный» изначально был направлен на то, чтобы информировать подписчика о сферах интересов и жизни евангельского сообщества. Мы приглашали в гости политиков, общественных деятелей, культуры и пастеров. Я уверен, что моя публичность стала сильно раздражать Сергея Риховского, который практически на каждом духовном совете говорил обо мне не лицеприятно. Почему он так себя повел? Смею предположить, что Сергей Васильевич считает, что публичное пространство принадлежит исключительно ему. Он неоднократно принимал единоличные решения, выступая от лица всех протестантов России. Почему он так делал? Думаю, что его просто попросили люди, от которых он по-настоящему зависит. Возьму на себя смелость заявить, что Сергей Васильевич стал частью административно-бюрократической машины государства. Вот только один пример в поддержку этой гипотезы. Все, кто следит за моей судьбой, знают, что меня сегодня, 13 сентября 2021 года, пригласили на разбор полета в Москву. Созданная комиссия, чей статус, кстати, не прописан в уставе РосХВЕ, должна была рассмотреть вопросы, которые возникают в связи с моей публичной деятельностью. Однако секретарь комиссии накануне запланированной встречи присылает мне сообщение, что встречу нужно перенести. Причина переноса обозначена так, что Сергея Васильевича пригласил мэр Москвы. Но в следующий момент нашу встречу в 13.00 подтвердили, у Сергея Васильевича осталось 25 минут для нас. Возникает резонный вопрос к Сергею Риховскому. Вы начальствующий ПИСКОП РосХВЕ или чиновник мэрии? Какие приоритеты у вас? Что важнее? И это только одна из иллюстраций. А сколько таких вызовов за долгие годы, мы все помним. На генеральную конференцию Российского и Ангельского альянса Сергей Васильевич тоже опоздал из-за вызова в администрацию президента. Как он сам рассказывал. У многих моих братьев встает вопрос, а что эти поездки по вызовам и встречи в высоких кабинетах дают? Как давили нас, так и давят власти на местах. Наших братьев за реабилитацию наркозависимых сажают в тюрьмы. Здания церквей сносят. Право на молитву отнимают. Мы в регионах брошены на произвол местных чиновников и силовиков. А Сергей Васильевич продолжает ездить на встречи по первому звонку. Скандал, разгоревшийся из-за моей публикации о сотруднике ФСБ, работающем на зарплате в офисе РосХВЕ. Об этом рассказали пастор Дмитрий Шатров в интервью пастору Артуру Симоняну. Отвечая на вопрос, зачем сотрудник ФСБ, находящийся на пенсии, назначен Сергеем Риховским единолично на эту должность, Дмитрий Дмитриевич ответил, что он здесь, чтобы помогать церквям. Эта версия не выдерживает проверки временем. Ситуация с приходом в офис Романа Бунина ни в Москве, ни в Калуге, ни в Орле, ни в Самаре и других проблемных регионах не изменилась в лучшую сторону. Думаю, что на этот вопрос, зачем он взял его штат, должен честно ответить сам Сергей Васильевич. И не делать из этого тайну. К тому же, через два года должны состояться выборы нового начальствующего епископа РосХВЕ. Как заявлял на прошлых выборах Сергей Риховский, он не намерен больше баллотироваться. Следовательно, нам нужно понимать то наследие, которое Сергей Васильевич оставит после себя. Пока видно, что РосХВЕ впитывает в себя все признаки государственно-чиновничной структуры с ее репрессивными методами управления, а не церковное устройство со своей соборностью и братолюбием. И это меня очень печалит. Но более меня печалит страх и молчаливое согласие моих братьев-пастырей. Обращаясь к вам, я хочу ободрить вас, дорогие. Вы, возлюбленные Богом, не имеете смерти. За вашими плечами в вечность. Ваши общины и правда Божия. Не бойтесь задавать неудобные вопросы назначенным вами руководителем. Не бойтесь предлагать другую повестку для обсуждения и принятия решений по ней. Поднимайте волнующие вас вопросы жизнедеятельности ваших общин. Иначе самым важным делом для начальствующего епископа будет участие в заседаниях с государственными чиновниками, а не решение насущных проблем тружеников Божьих. Теперь о главном. Понимая, что по-другому ситуацию нам с вами не изменить в Союзе, я принял решение выставить свою кандидатуру в качестве начальствующего епископа РосХВЕ на предстоящих выборах. Считаю, что если Сергей Васильевич не в состоянии защитить наши церкви, занимая открытую публичную позицию, а действует только путем приглашения в штат сотрудников спецслужб и других нужных людей, по сути, тем самым поощряя коррупцию, то правильным шагом с его стороны будет подать в отставку и сложить себя досрочно полномочий начальствующего епископа. Я уверен, что новая команда сумеет решить все эти застаревшие проблемы и выстроить многоуважительные отношения с государством. Если братья мне доверят руководство Союзом, я верну настоящую соборность и братолюбие, и это станет основой взаимоотношений на пути развития российского и евангельского движения. Я верю, что главным советником начальствующего епископа должен быть Дух Святой, а не сотрудник спецслужб. С любовью к вам, епископ Альберт Раткин.